Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Аллаха, милостивого, милосердного, хвала ему, Господу миров, мир и благословение его посланнику, его семье и сподвижникам. Братья, сестры, которые слушают, все, кто слушают в записи, на ютюбе, ассаляму алейкум, ва рахматуллахи, ва баракетух. Вот смотрите, у нас с вами есть дома. Это просто кирпичи и вода. Сам по себе дом, это просто здание. Все дело в том, кто в нем живет. Вот представьте, если из этого города уйдут все люди, во что он превратится? Будет просто мертвый город. Не будет людей, в магазинах, ни в одном здании никого не будет. Город будет заброшено. Что это будет? Да ничто, просто пустая оболочка. Вот зайдешь ты в такой дом, в заброшенном городе, и даже если у тебя будет самая удобная кровать, самый удобный дом во всем районе, самая красивая комната, тебе все равно будет некомфортно. Почему? Потому что ты один. Не с кем встретиться, не с кем поговорить. Без людей это просто здание. Так что же делает здание домом? Люди внутри. Еще смотря какие люди. Вот тогда здание будет домом. То есть в нем кто-то живет. А чтобы в доме было хорошо, если тебе хорошо дома, если тебе приятно возвращаться домой, тогда это дом. А если тебе не нравится домой возвращаться, то это не дом, просто здание. А домом это здание делают люди. Человек красит место. Ну тогда можно подумать, мол, ну у меня дома мама, папа, брат, сестра, я вот живу здесь, племянник или племянница, или ребенок. Ну вот получается дом, люди же в нем живут, получается не здание, а дом. Дом, ошибаешься. Еще не факт, что это дом. Дом это когда тебе хорошо в двух аспектах. Первый это материальный комфорт, а второе это внутренний комфорт. Один внешний, другой внутренний. Внешний комфорт это когда у тебя все удобства. Когда у тебя есть вода, горячая в том числе, электричество, газ, ну сейчас интернет, вай-фай, есть диван, есть кровать, стулья, стол, холодильник, фрукты, овощи. Это внешнее. А внутренний комфорт это когда тебе спокойно на душе. Разум спокоен. Нет стресса. Вот когда это есть, тогда тебе действительно хорошо. Большинство из нас в плане дома заботятся именно о внешнем комфорте. Много тратят на это. Но немногие задумываются о внутреннем. Чтобы был внутренний комфорт, вам нужно поминать Всевышнего Аллаха. Он говорит, разве не поминанием Аллаха успокаиваются сердца? Вот давайте об этом и поговорим. Вот дом, в нем живут люди. Разные люди. И опять же, глядя на человека, ты видишь внешнюю оболочку. Так же, как и дом. Само здание, это просто оболочка. Здание становится домом, когда в нем живут хорошие люди, от которых тебе хорошо. Как внешне, так и внутренне. Так же и человек. Внешне, просто оболочка. И будет ли в доме барракад, то есть благодать, зависит от того, кто живет внутри. Пророк Мухаммад, салаллаху алейхи у салям, четко говорил, не превращайте свои дома в кладбище. Казалось бы, как можно превратить свой дом в кладбище? Пророк пояснил, дом, в котором не читается Коран, подобен кладбищу. Кто-то скажет, да у меня дома ковры, освещение специально подобранное. Сейчас же особенно дизайнерские лампочки появились. Так вот, у него дизайнерский свет, декорации, деревянный пол, мраморная столешница. Проходишь дальше, видишь гостиную роскошную, диваны кожаные, 70-дюймовый телевизор, PlayStation 4 стоит, спальня королевская просто, машина у него прекрасная, чистенькая, сад возле дома классный, трава подстриженная, но посланник Аллаха говорил не про это. Даже красивый дом превращается в кладбище, если в нем Коран не читают. Ведь дом нужно украшать не только внешне, но и внутренне, а большинство людей этим не занимаются. Внутренний комфорт в доме даже еще важнее внешнего, так же как человек может внешне украшаться, а может внутренне. Но сначала давайте о доме. Если ты слушаешь музыку дома, то тем самым ты отгоняешь от дома ангелов, а шайтанов наоборот притягиваешь. Если Коран читаешь, шайтаны не захотят у тебя дома быть, убегут, а вот ангелы наоборот придут к тебе в дом. Если ты дома, поминаешь Всевышнего Аллаха, читаешь намаз, то свет распространяется в твоем доме. Посланник Аллаха салаллаху алейхи асалям сказал, намаз это свет. Мы не видим его, но это реально свет у тебя дома. В судный день мы его увидим. Посланник Аллаха салаллаху алейхи асалям сказал, обрадуйте тех, кто в темное время суток идет в мечеть, на ночную молитву, на утреннюю, ведь в судный день их свет будет сиять, свет их благих деяний. Когда люди дома читают Коран, они не видят, что происходит. Я вам расскажу хадис, он из Бухари. Усейд бин Худейр сподвижник посланника Аллаха. Да будет доволен им Аллах. Рано утром в Медине он пошел в конюшню. Возле конюшни он сел и стал читать Коран. И когда он читал Коран, он увидел, что какие-то фонари или как бы огни света кружатся над конюшней, возле которой он читал Коран. И они движутся прямо к этой конюшне. Это достоверный хадис. Ну так вот, огни приближались, и его лошадь забеспокоилась, начала взбрыкивать, вставать на попа. И Усейд, да буди доволен им Аллах, перестал читать. И тогда эти огоньки начали отдаляться. Он снова стал читать. Огоньки снова начали приближаться. Лошадь снова взбрыкивает. Усейд испугался. Что это такое? Что это за огни? Что с моей лошадью? Снова перестал читать. И огоньки снова начали отдаляться. И всякий раз, когда он начинал читать, огоньки приближались. Когда переставал читать, они отдалялись. В итоге он все-таки решил прекратить читать, потому что лошадь его становилась сильно беспокойной. И он перестал читать. Это до фаджра было, до рассвета. На фаджр он пошел в мечеть пророка. Там был пророк салаллаху алейхи вассалям. Он прочитал фаджр за пророком и после намаза говорит о посланник Аллаха. Этим утром произошло кое-что странное. Он ему рассказал и посланник Аллаха говорит о Усейд это были ангелы которые пришли послушать твое чтение. Когда вы читаете Коран появляется свет приходят ангелы а когда грешите приходят шайтаны и появляется тьма ты ее не видишь и свет тоже не видишь и ангелов но все это реально происходит и посланник Аллаха сказал О Усейд если бы ты продолжил читать то жители Медины увидели бы как выглядят ангелы Аллаху Аква И когда вы читаете дома Коран происходит то же самое просто вы это не видите но это есть то есть за ваши благие дела Аллах помещает в ваш дом баракад то есть благодать свет благословение хотите чтобы дом благословенным был читайте Коран хотите благодать в дом поминайте Аллаха читайте намаз говорите хорошие слова дома не ругайтесь в доме и ангелы все больше и больше будут приходить пророк сказал это в сахихе муслима в дом в котором статуи есть или какие-то изображения одушевленных существ если у вас в доме есть такие изображения посланник Аллаха сказал что ангелы в такой дом заходить не будут или если собака живет в доме то есть она не то что сторожевая пользу приносит живя в будке а просто живет прямо у тебя дома вместе с тобой ну пророк сказал что ангелы в такой дом заходить не будут и много других моментов из-за которых ангелы не входят в дом а вообще чем это грозит что ангелы не будут заходить в твой дом это значит в твоем доме не будет благодати Аллаха когда человек у себя дома слушает музыку еще как-то грешит например смотрит эротику порнографию или какие-то фильмы сериалы где играет музыка где неукрытые женщины вот в таких случаях кто приходит в дом ангелы или шайтаны скажите мне шайтаны конечно всякие музыкальные каналы люди смотрят какие там молодежь смотрят мтв вроде да есть такой конечно Астахфер вот именно брат вот именно не переживайте я не смотрю просто я предостерегаю братьев и сестер там же харам сплошь и рядом хотя сейчас молодежь по сути телевизор это больно и не смотрит но зато смотрят всякое на телефоне на планшетах своих это еще страшнее тебя же никто не видит что ты смотришь то есть в итоге в твой дом будут входить либо ангелы либо шайтаны выбирать тебе кто будет у тебя дома вместе с тобой а люди-то об этом не беспокоятся деньги есть и все жизнь удалась у него классная машина классный телефон классный дом классная жена о чем еще мечтать вот много мужчин он женился и теперь хочет всем показать свою жену гордиться я не на него показываю в общем хвастается женой типа а хотел бы быть на моем месте да но он не понимает что он рекламирует свою жену всем этим людям только непонятно зачем ты хочешь чтобы все они на твою жену запали для этого ты ее рекламируешь нет бога кроме Аллаха по сути у каждого человека дома свой ислам в том смысле что в разных домах ислам соблюдают на разных уровнях некоторые в каких-то моментах прям такие мусульмане и те же самые люди отодвигают ислам в сторону когда им удобно типа так сильно соблюдают как только об исламе речь заходит для него это святое каба коран священный но тот же самый человек проявляя уважение к внешним атрибутам ислама пренебрегает содержанием корана и сунны ты думаешь для Аллаха главное чтобы ты уважал коран просто внешне что ли люди трогают коран только с омовением кладут его на самую высокую полку и что ты думаешь это все уважение к корану это только начало но настоящее уважение к корану когда ты пропускаешь коран через сердце и соблюдаешь его вот я вам пример приведу как-то раз встретился со студентом который почти весь коран изусть выучил 25 джузов из 30 я не говорю что все кто выучил коран такие но вот он таким был как-то он попал в неприятности и пытался решить проблемы через обман я ему говорю послушай ты выучил 25 джузов корана а теперь обманываешь причем не первый раз уже Аллах же в коране говорит что нельзя врать а ты выучив коран врешь разве это ислам то есть братья и сестры что я хочу сказать вам у людей ислам на разных уровнях для некоторых ислам это только по пятницам намаз читать для некоторых это только никах жертвоприношение в честь рождения ребенка и похоронный намаз ребенок родился по исламу устроим праздник ну и ну сделаем его настоящим мусульманином если хотите сына настоящим мусульманином сделать делайте сразу а не когда ему 15 стукнет одному парню обрезание сделали в 19 а через две недели он женился да больно наверное было но так вот в честь ребенка жертву приносят жениться надумал ислам мулу приглашают ислам когда человек вот-вот из этого мира уйдет похоронный намаз проводят для некоторых ислам это только пятикратный намаз между намазами живет не по исламу есть такие у некоторых дома бабушки дедушки ислам соблюдают а их дети нет бывает что ислам соблюдают бабушки дедушки их дети а внуки не соблюдают а некоторые то соблюдают то нет так что я хочу вам сказать братья и сестры вот подумайте о том как у вас дома на каком уровне у вас ислам и подумайте, к чему со временем это приведет. Вот смотрите, когда вы день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, год за годом запускаете в свой дом шайтанов, грешите у себя дома, какой бы не был удобный ваш дом, братья и сестры, теперь это гнездо шайтанов. Куча шайтанов регулярно посещают ваш дом, потому что в этом доме люди грешат. Пророк, салаллаху алейху ассалям, говорил подстригать ногти. Почему? Потому что под ногтями скапливается грязь, и в носу она тоже скапливается, на теле скапливается. Если не смываешь, это местечко для шайтанов. Пророк Мухаммад учил нас, вот утром встал, и после этого что нужно сделать? Промыть нос при омовении. Зачем? Пророк сказал, шайтан находится там, пока ты спишь. В носу же сопли, козявки, и из-за этой грязи шайтан любит там сидеть. Если в сердце человека поминание Аллаха, там будет ангел. Это пророк говорил, в нескольких хадисах передается. Ну так вот, вы год за годом грешите, из-за того, что в доме регулярно совершаются грехи, шайтаны вовсю облюбовали ваше жилище. Причем начинается с малого, и мелочи влияют. Нет Бога, кроме Аллаха. Сотни, тысячи семей, в которых родные не разговаривают. А все из-за чего? Мы не разговариваем с ними. А почему нет? Ну они на свадьбу, их вон пригласили, а нас нет. Ты чё, голодный что ли? Из-за порции мяса обиделся? Серьезно. Из-за мелочей семя разделяются. Или человек говорит, он меня не уважает. С чего ты взял, что не уважает? Потому что он пришел домой, вот сейчас внимание, он пришел домой, а я пришел чуть позже. И он знал, что я пришел, но он не дождался меня и начал есть ужин без меня. Серьезно, бывает такое. В индийских семьях всех надо дождаться, чтоб потом скандалов не было. Так, давай садись, но есть не будем, вон его еще подождем. Вот придет, тогда начнем есть. Но я голодный, ничего, потерпи. И вот они терпят. Иначе скандал будет. Из-за мелочей ссорятся. И люди обленились. Ленивые стали. Кто-то говорит, сделай вот это. Отвечает, нет, не буду я это делать. Напряжение появляется. Люди грешат и на этой почве тоже ссорятся. Допустим, семья знает, что у парня есть девушка. И брат ему говорит, дескать, ты же грешишь, ты же неправильно себя ведешь. А он ему, и от кого я это слышу, у тебя тоже девушка. И ты еще мне говоришь, они оба грешные, но вот я, говорит, хотя бы с индианкой встречаюсь, а ты с девушкой другой национальности. А разница какая? Разница большая. Маме с папой это не понравится. И вот напряжение все это порождает. С мелочей. Например, люди друг друга не могут терпеть у себя же дома. Не могут. Барраката нет, благодати нет. Это я вам говорю про основные моменты. Коран не читают в доме, намазы в доме тоже не читают. Когда в доме читается намаз, Коран, сердце размягчается. И тогда зависть уходит. И уже не остается в сердце места для высокомерия. Ну, хотя бы намного меньше гордыни. Более терпеливые люди. А если вы грешите, то шайтаны постоянно к вам в дом приходят. Если дома грязь, причем не только физическая, но также грязь духовная, интеллектуальная. Смотришь грязь в компьютере, смотришь на запретное, в итоге загрязняешь свой разум, загрязняешь свое сердце. И в итоге эта грязь проявляется в отношениях с членами семьи. Напряжение возникает. Вот я ж до этого говорил уже, что у людей, как у дома, есть оболочка, а есть то, что внутри. Все зависит от того, насколько сильная вера. Подпитывает ли человек свою веру? Насколько он близок к Аллаху? Насколько он боится Аллаха? Как часто он думает, что Аллах видит его? Как дома, так и вне дома. Если все эти вещи на хорошем уровне, то это будет прекрасный человек. А если всего этого нет, если у человека в душе высокомерие, гордыня, зависть, злоба, ненависть, если человек обманывает, если человек ругается, если человек унижает людей, разжигает споры, вражду, если он эгоист, если он считает себя самым лучшим в доме, то у человека серьезные проблемы. Его оболочка при этом может быть красивой. По улице ходишь, там люди одеты с иголочки, пиджачок, ботиночки, выиглажено все, что прекрасно. Чисто выбритое лицо, причесочка, с чемоданчиком идет, ну и утром, конечно же, надо пиджачок, 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 а сестры что делают? Ногти, красят, причем один одним цветом, другой другим. Такая вот, мода. Этот розовый и помада розовая, чтоб подходила. Тени навеки наносят, накладные ресницы, чтоб размах ресниц увеличить. Ногти длинные наращивают. Но как ты красиво не выгляди, в итоге-то все определяет именно то, что внутри, что у тебя в душе. Если в душе у тебя злоба, зависть, гордыня, лучше остальных считаешь себя. И если ты такой или такая, то даже если красиво выглядишь и вкусно пахнешь, в тебе нет красоты. С таким вот человеком, да, жить не хочется. И в то же время, справедливо и обратно, если человек внешне даже некрасив, но внутри в нем любовь. Людское в нем есть, великодушие, щедрость. У него доброе сердце, отзывчивый, придет на помощь, поможет. Сердце, которое стремится к единению, а не к разъединению. Вот с таким человеком хорошо. Вот, например, смотрите, дома. Если живут богобоязненные люди, которые хотят сохранить отношения, то скажите, даже если между ними будут споры, они легко мирятся друг с другом, так ведь? Да. А люди, которые далеки от Аллаха, если ссорятся, пусть даже это мелочь, они из мухи слона делают, раздувают проблему, воздух напрягают. Такие люди не могут друг с другом ужиться, так ведь? Да ведь? И как получается? Со временем полный разлад дома. Вот иной раз думаешь, субханаллах, члены семьи друг с другом ужиться не могут, отец со своей женой что-то поделить не могут, жена с дочерью поделить что-то не может, брат с сестрой не ладят, человек вернулся домой, заходит, сламу алейкум, и сразу к себе, сламу алейкум, и пошел, все, по своим комнатам разошлись, не хотят друг с другом не видеться, не говорить, и в итоге у них вся жизнь превращается в череду обид, неурядиц, это потому что благодати в доме нет, потому что грешат дома. Вот вай-фай есть у вас? Ну, вай-фай есть у вас? Есть, конечно, сегодня эта необходимость, но как ты его используешь? Если тебе это благо приносит, если получаешь знания, которые веру усиливают, об Аллахе напоминают, то и в вай-фай твоем, и в доме, и в теле будет благодать, душа спокойна, жизнь будет прекрасной, если нет, то не будет. Посланник Аллаха учил нас, когда в дом заходишь, говорить «О, Аллах, я прошу у тебя добра входа и добра выхода». «С именем Аллаха мы входим, и с именем Аллаха мы выходим, и на Господа нашего мы уповаем». Что это дает? Аллах через эту дуа дает благодать, барракад в дом, ведь ты входишь с именем Аллаха, и на семью в том числе это хороший эффект окажет. Когда люди спорят, в большинстве случаев, когда из-за споров происходят разводы, в 90 с чем-то процентов случаев люди ислам толком не соблюдали. Например, в одном доме невестка и свекровь, и у них на двоих одна кухня, одно королевство, две королевы в одном королевстве. Бывают проблемы. Конечно, хорошо, если у обеих из них богобоязненность высокая, они могут уступать ради Аллаха. Друг на друга могут смотреть с любовью, относиться с милосердием. Аль-хамду лилля, проблем не будет, и если невестка что-нибудь уронит, всякое бывает, что-нибудь не то сделает, она же младше свекрови, что-нибудь не так приготовит, или что-нибудь испортит. Если свекровь живет по сунне, тогда не будет злиться. Хадис расскажу. В доме посланника Аллаха был Анас, да буди доволен им Аллах. Молодой паренек, лет десять ему было, он прислуживал пророку, но и как-то тарелки он нес. В итоге одна упала и разбилась. Женщины начали дескать, Анас, Анас, ну вот, разбил. А пророк, саллиллаху алейхиу салям, сказал, оставьте его. Когда приходит какой-то вещи сломаться или разбиться, она разбивается. Если Аллах предопределил, что стакан должен упасть и разбиться, то он разобьется, как-то его не береги. Вот такое отношение объединяет семью. С милосердием относись. Вот согласитесь, когда ребенок растет, на каждом этапе его взросление, в каждом возрасте свои испытания. Братья и сестры, послушайте. Надо воспитывать детей своим благим примером. Вот смотрите, каждый может изучать ислам. Проблем нет, каждый может изучать Коран, Сунну, но менять себя в соответствии с Кораном и Сунной. Вот это трудно. Приведу вам пример. Вот семья дома собралась поесть. Многие выкидывают недоеденную еду. Мясо на кости осталось, выкидывают. Пророк полностью мясо с кости съедал. А многие в середине откусят просто и все выкидывают в мусор. Я ж богат и могу себе позволить. У меня ж есть деньги. А ведь это расточительство. А вот еще насчет спокойствия. Видеоигры, да? Поиграл ребенок и спать пошел, но мозг-то взбудоражен. Люди перед сном что-нибудь смотрят, потом засыпают и сон у них беспокойный. Надо перед сном ото всего отвлечься. Какие бы проблемы у вас не были, перед сном сделайте перерыв. Успокойтесь, начните поминать Аллаха. Коран почитайте перед сном и когда будете засыпать, в голове будет играть Коран. Если не умеете, просто включите Коран на телефоне. Включите и просто слушайте. Послушал, потом выключаешь, засыпаешь, а в голове Аллаху Акбар. Прекрасная мелодия в голове. Да и вообще не только перед сном. Хорошо вот так послушать красивое чтение. А если ты будешь слушать пытаешься заснуть играет в голове. Но вернемся к разводам. Одна из самых больших причин это когда не следишь за своим языком. Если не умеешь за языком следить, тяжко тебе будет. Это одна из самых важных вещей в жизни и ислам этому учит. Чтоб дома у тебя все хорошо было с семьей, чтоб без разводов следи за своим языком. Иной раз столько всего наговорить охота. Чувствуешь себя Мухаммедом Али. Язык иной раз ранит сильнее чем удар. Так или нет? Если кто-то тебя ударил, толкнул тебя, вдарил тебя, в итоге со временем боль уходит. А если кто-нибудь пальцем тебя не трогает, но говорит ты обезьяна. Вот это бывает больно. Забудешь такое? Как такое забудешь? Как ты назвал меня? Как обезьяной ты меня назвал? Думаешь почему он так сказал? Из-за цвета кожи? Многие люди додумывать начинают. Или может из-за моего поведения? Из-за того, что я дерзкий? Он что, опускает меня до уровня животного? Я что, животное? Ты шимпанзе. И это слабый пример. Если за языком не следишь, ранишь направо-налево. И вот эти словесные нападки, это ругань, это хуже ударов. Бить могут больно, но слова больнее. Вот знаете, да, мужчины поднимают на женщин руку. В гневе иной раз бьют. Это неправильно, это плохо, не делайте так. Но женщины, сестры, языком своим, когда муж с женой спорят между собой, жена его прямо-таки разогревается. Сейчас она тебе целую проповедь прочитает. Ты в тот раз сделал вот так, а в другой раз вот так. Ты вот это мне сделал, вот это мне сказал, она разогревается. Ее муж накаляется, терпение кончается. Не говори мне так, говорит, помолчи. Она такая, да, да, а как насчет вот этого, а насчет того? И муж такой, так, 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 все, надо с кухни уйти. Так, все, покинуть корабль, в спальню пойду. Пошел в спальню, закрылся, сидишь там. Жена приходит и дает проповедь вторую. Как на джума, имам садится и встает. Женщина встала снова. Ты сделал то, сделал это, забыл о том, о сем. Это они умеют. Руками она тебя не трогает, но языком без ножа режет. Вот послушайте меня. Хотите, чтобы жизнь лучше стала? Пожалуйста, следите за языком. И братья тоже. А то вы друг друга колете резкими словами. Колете, колете. Это же запоминается все. В сердце раны остаются. Когда у тебя сердце ранено, ты же помнишь об этом, помнишь, помнишь. Даже спустя год помнишь, а в прошлом году-то, в прошлом году я в комнату ушел, чтобы от тебя отдохнуть, а ты пришла и называла меня обезьяной. Еще как-то. Люди помнят, что год назад было, три года назад. Ты сделал то, сделал это. Люди помнят. Язык сильно ранит. Глубокие душевные раны оставляет. Так что лучше всего, брат, сестра, смотрите, если кто-то из вас разозлился, просто уйди. Если не помогает уйти в другую комнату, вообще выйди из дома. Серьезно, братья, лучшее место, лучшее это мечеть. Серьезно, я встречал такого брата. Встречаешь его в мечети в то время, когда он обычно не приходит. Потом снова, снова подходишь, спрашиваешь аккуратно. Брат, это ты как? Да, я нормально. Что случилось, брат? Мне хорошо здесь, спокойно. Мне спокойно тут. Брат, ну а что случилось-то? Где тебе спокойствия не хватает? Он говорит, дома. я прихожу туда и хочу уйти. Но альхамдулилях, в итоге, если ты успокоился, это хорошо. Брат, выйди, или ты, сестра, выйди, отдохните друг от друга. Ведь смотрите, когда ты успокаиваешься, ты то же самое уже не говоришь. Так же ведь? На следующий день думаешь, о боже, я его обезьяной назвала. Уоу. Потом извиняешься, я не имела в виду, что ты обезьяна, не имела в виду. И нужно время, чтобы простить. Время нужно, чтобы раны зажили. И даже спустя время осадок на душе остается. Так грубо он мне сказал. А люди в гневе не понимают, что говорят, что делают. А потом сожалеют обо всем этом. Но поздно уже. Ты уже наговорил всякого. Тебе надо научиться управлять гневом. И мужчинам и женщинам. Научитесь управлять гневом. Научитесь. Вот имам Ахмад, да помилует его Аллах, был женат 40 лет, потом жена умерла. 40 лет. И он плакал. И говорил, клянусь Аллахом, мы с женой за 40 лет ни разу не спорили. Скажите Аллаху Акбар. Скажите Аллаху Акбар. Кто здесь может похвастаться, что больше чем год с женой не спорил? Что с мужем споров не было больше года? Поднимите руку. А сколько из вас женаты? Что-то они не женаты, брат. Что это с ними? Решите этот вопрос. Может камеру повернуть, чтобы сестры увидели, кто не женат? Да шучу. Этот парень руку не поднял. Выйду за него. Он не женатый. Вот считай мужа и нашла. Ну в общем, что я хочу сказать. Ни у кого такого рекорда нет. 40 лет без споров, даже у меня нет. А у имама Ахмада как вышло. Он сказал, когда моя жена злилась на меня, я старался молчать. Не говорить ни слова. Неважно, как бы сильно она меня не злила, я настраивался молчать. Не говорил ни слова. Вот ни слова. Это надо суметь. Ни слова. Пока она не успокаивалась. И когда она успокаивалась, я обсуждал с ней вежливо какой-то вопрос. А когда я злился на жену, говорил ей что-то, что могло ее вывести, она тоже была твердо настроена на то, чтобы молчать и не говорить мне ни слова, пока я не успокаивался. А когда я успокаивался, она говорила со мной вежливо. Вот так и надо, братья. Это сильно уменьшит количество разводов. Потому что оно же как бывает. Кто-то что-то обидное сказал, и это как ножом по сердцу. Человек будет помнить. Ты можешь простить, но не можешь забыть. Помните об этом. Если ты обидел кого-то словами, он может простить, но не сможет забыть. Даже спустя годы. из памяти стереть слова не сможет. Ну вот. Если, например, у вас дома живет кто-то, кто не соблюдает ислам, что делать? Тебе нужно призывать его, причем призывать все время. Не думай, что к истине призывать надо только вне дома, а то в братьях столько энтузиазма, идут, людей призывают к истине, приводят людей в религию, хотя семья их, ислам не соблюдает, находятся в заблуждении, а они не делают ничего. Неправильно это. Каким бы ты ни был носителем исламского призыва, ты в ответе за родных. И вот, как призывать семью к исламу? Ну, это действительно трудно. Семью к исламу призывать трудно, почему? Потому что они тебя насквозь знают, все грешки твои. Когда им проповедуешь, они говорят, кто это у нас заговорил. Гражданин косячник, ты кто такой? Заговорил, да? Не забыл, кем был? И сейчас ты мне проповедуешь? Трудно, но все равно стараться надо. Призывай к истин них. Вот сподвижники пророка довольства Аллаха им. Многие прошлое имеют, темное. Ну, по факту. Многие из них во времена невежества делали многое, но это их не остановило. Они приняли ислам и начали семью к исламу призывать. Когда семью призываешь, разговаривай очень вежливо, говори взвешенно, с заботой, чтоб они слушали. Не надо объяснять семье ислам так, что это их отпугнет от ислама. Не надо к своему брату подходить с такими словами. Слушай, ты же намаз не читаешь? Я вот хадис об этом слышал, прекрасный хадис, там говорится, что не так надо. Да, так не делается. Надо не просто сухо, бессердечно бомбить аятами, хадисами. Аллах так не делает, пророк так не делал. Забудь, так делать не надо. Надо вежливо, с заботой. Мол, брат, попробуй намаз почитай, почувствуй вот эту связь со Всевышним Аллахом. И эта связь принесет тебе много добра в жизни. Если не сработало, другое хадис расскажи вежливо. Учитесь преподносить хадисы позитивно, позитивно преподносить аяты. Если не прислушиваются, позови их на собрание хороших мусульман. Скинем какую-нибудь лекцию с ютуба, которую, как тебе кажется, человек с интересом посмотрит. Не надо показывать только то, что тебе нравится. Характеры у людей разные. Хоть трех-пятиминутную лекцию с ютуба скинь, приведи. Толкование аяты расскажи. Много есть ученых, проповедников. На ютубе куча всего этого. Вот это скидывай, когда к исламу призываешь. Если не прислушается, можешь попробовать на ужин к брату или сестре позвать. Также к исламу лучше призывать? Пророк Юсуф мир ему как делал? Юсуф когда сидел в тюрьме. К нему пришли два человека и попросили его растолковать их сны. Юсуфа несправедливо посадили, и он сказал, до того, как еду принесут, я вам растолкую сны, но сначала послушайте меня немного. И несколько предложений им сказал, это в Коране, несколько мыслей. Он им это рассказал, и потом, как обещал, растолковал их сны. Смотрите, тот, кого вы к исламу призываете, например, нуждается в вас, в чем-то. Ты ему чем-то можешь быть полезен. Скажи, да-да, сейчас помогу. Но вот сначала пару вещей скажу. Минуты три всего послушай, четыре минуты, пять минут, и объясни им, что ты из ислама. Ему нужна помощь, он будет слушать тебя. Не надо гнуть из себя большого брата, босс брат, босс сестра. Намаз не читаешь. А ты знаешь, что бывает с теми, кто намаз не читает. Вот я тебе говорю, сестра, хиджаб не носишь, а если носишь, неправильно носишь, неправильно ты делаешь. Ты вот это самое пальчики ты побереги, хватит уже ими тыкать в людей. Не тыкай, просто спокойно объясняй, не смотри на людей свысока. Ты не знаешь, кто первее в рай попадет. Говори вежливо, призывай красиво, а то когда ты большого брата включаешь, твой голос уже начинает людей напрягать. Дома говоришь кому-нибудь ты намаз прочитал нет, родители бывает говорят, эй, намаз прочитал нет, намаз читать надо. Устают люди. Звук назойливый. Это вот знаете, как холодильник, иногда включается и ты уж заранее ожидаешь этот звук. Каждый час и потом опять тишина. то же самое, эй, намаз читал. Надо побуждать людей, заинтересовывать их, подумай, как их лучше призывать. Не надо принуждать, надо призывать, если кто-то грехи дома делает. Дай им халяльную альтернативу, объясни пользу от этого. Ну а если не получилось, не прислушивается человек. Ну бывает, попробуй в другой день. Не сдавайся, в другое время попробуй иначе. Другого брата попроси, чтобы объяснил, или другую сестру попроси кого-нибудь. Например, друга этого человека. Иной раз ему или ей, твою подругу или друга интереснее будет слушать, чем тебя. Скажите же. Но, братья и сестры, не прекращайте призывать к исламу, не прекращайте призывать мусульман к праведности. Если прекратил, ты навлекаешь проклятие Аллаха на свой дом. Это из Сахиха Бухари, это из Корана, это из Сунны. Если ты призываешь кого-то к благому, если дома у тебя не молится кто-то, пока призываешь, все хорошо. Время от времени, я не говорю каждый день, не надо людям надоедать, но время от времени, напоминай людям, тогда проклятие Аллаха не навлечешь. А если прекратил? Никто к благому не призывает, никто не велит добро, никто никого в доме не останавливает от зла. Знаешь, что будет? Проклятие Аллаха навлечешь. Аллах говорит в Коране люди прошлых поколений были прокляты, потому что прекратили людям запрещать зло. Человек зло творит, сказал раз-два, а потом да и ладно, че толку, все равно не слушает. Сто раз уже говорил, не слушает он меня, хватит. Тогда ты становишься таким же, как он. Надо продолжать к добру призывать. Иногда это непросто. Теперь давайте поговорим о тех, кто вне дома. Иной раз проблемы с родственниками. Дяди, тети, их дети, иногда серьезные проблемы бывают. Друзья, если кто-то из членов семьи прерывает с тобой кровные узы, на тебе фарду, то есть обязанность восстановить их, иначе ты будешь проклят. Делай, что от тебя зависит, чтоб кровные узы поддерживать. Что это значит? Если кто-то с вами прерывает кровные узы, кровные, то вы все равно должны стремиться поддерживать отношения, общаться. даже если это салям и несколько слов, хотя бы это. Но не прерывайте. Почему? Пророк передал слова Аллаха. Я всемилосердный. Когда я создал узы родства, они спросили у меня, «О Аллах, мы у тебя хотим кое-что попросить». И Аллах в ответ сказал «Разве вы недовольны тем, что я поддерживаю связь с тем, кто поддерживает вас, а кто прерывает вас, родственные узы, с тем я прерываю связь». И в хадисе Бухари говорится «Самое быстрое наказание Аллаха, которое приходит с небес на землю, это наказание тому, кто прерывает родственные узы». Вы думаете «Я что, получается, должен разговаривать со своей тетей? О, нет! Она у меня такая бойкая! Не пересказать, она из тебя отбивную сделает». Но это же испытание, там уж у кого кто, у кого тетя, у кого сестра, человек один пришел к посланнику Аллаха, говорит «О, посланник Аллаха, мои родственники не хотят со мной общаться, я пытаюсь отношения поддерживать, а они все равно не хотят общаться». Пророк сказал «Вот это и есть поддержание родственных уз». Когда кто-то прерывает их с тобой, ты не прерывай. «Ну что поделаешь, есть такие люди, пытаешься отношения поддерживать, а они не хотят общаться из-за глупостей, но сделай все, что в твоих силах, будь хорошим мусульманином, а то еще не хватало, чтобы проклятие Аллаха на тебя пало из-за этого». Вот среди родней бывает же поколение растет в ненависти друг к другу. Это плохо. И ответственность лежит ведь на тех, кто начал эти конфликты. Так что же делать? Мои братья, мои сестры, помните о том, что надо стараться ислам соблюдать максимально насколько можно. Бывают конечно родственники такие, что туши свет. Бывает придешь к такому и допустим приведешь детей. Ребенок там потеряет богобоязненность, но детей надолго не приводи. Тебе же не обязательно именно часто к нему детей приводить. Приходи реже. Если он такой человек, реально есть люди, которые ислам не соблюдают или соблюдают мало. К ним часто в гости приходить не надо, иначе вы тоже испортитесь. Если только ты не приходишь к ним, что пых к исламу призвать, это нормально. С такой целью можно часто ходить. Ты своим примером на него влияешь, на эту семью, на этих родственников. Но если чувствуешь, что они больше на тебя влияют, чем ты на них, ходи редко. Золотое правило. Золотое. Пойми, если детей будешь отпускать или приводить туда, где их испортят, то за 2-3 года они до неузнаваемости испортятся из-за дурного влияния. Так, у нас минут 15, задавайте свои вопросы. Как призывать к исламу родителей? Так, но это конечно непросто. Трудный вопрос, но призывал же своего отца. И в Коране Аллах приводит слова Ибрагима, как красиво он его призывал. Хотя его отец не принял истину, но Ибрагим сделал все, что мог. И вы сделаете. Нужно призывать красиво, мягко, наедине, не при людях. Говорите с ними с уважением, вежливо, хорошим тоном, и самое главное, призывайте их к исламу с любовью. Аллах чему нас учит? Чтоб мы ясно донесли послание. Аллах говорит в Коране, но посланника возложена только ясная передача откровения. Это не мы ведем прямым путем, не мы открываем сердце для истины. Это Аллах делает. Понимаете? Наше дело объяснять, наилучшим образом призывать к истине, к прямому пути, ясно донести послание. Вот наша миссия. А будут они соблюдать или не будут, над этим ты не властен. А то в мечети ко мне подходят, люди говорят это имам, имам. Я говорю, да что, что такое? Имам, родители намаз не читают. Или там еще кто-то намаз не читает. Я говорю, а ты сам сколько намаз читаешь? Ну, я говорю, года четыре намаз читаю. Ага, четыре года намаз читаешь. Лет ему где-то тридцать. Четыре года читаешь, ага. Я говорю, вот пять лет назад, за год до того, как ты начал, пять лет назад, если бы тебе кто-то сказал вежливо, по-доброму, с заботой, брат, ахей, вот если бы ты намаз читал, так хорошо было бы. Ты бы тогда в судно день бы хорошо отчет прошел. Рай ждет. Вот если бы так по-нормальному к тебе подошли бы и призвали, ты бы начал намаз читать? Говорит, нет. Я говорю, ты, наверное, просто стоял бы, слушал из вежливости, но все равно игнорировал бы. Да, говорит. Я говорю, ну так же и семья твоя, так же, как ты пять лет назад. Тебе нужно посмотреть на мир их глазами. Поставь себя на их место. Понятно, что когда со своей позицией ты смотришь, легко кажется, когда намаз нравится, от работы харамной легко предостерегать, когда у самого халяль бизнес. Но они-то этого еще не видят, так что мысленно отмотай несколько лет до ислама. Вот ты как бы хотел, чтобы тебя призывали? Вот тебе лично, что тогда нужно было бы сказать, чтобы ты начал намаз читать? Что тебе нужно было сказать, чтобы ты принял и начал ислам соблюдать? Вот так, ставь себя на их место, смотри их глазами. Да. Вопрос о детях. Они страдают, когда между родителями разборки. Если родители спорят, детям тогда приходится не сладко. Много таких ситуаций я видел, когда супруги в плохих отношениях, когда к разводу дело идет или уже развод. на самом деле все это серьезно, а страдают в итоге дети. Как эти дети, когда вырастут, к исламу относиться будут? В судный день для них чем это обернется? А отвечаете ты в итоге за это вы? Плохой пример показывали. Вот, братья, давайте на чистоту. Если с женой вы не ладите, или если сестра не ладит, с мужем. Часто вопросы-то пустяковые, но вы сами их раздуваете. Вот, приведу пример. если я возьму стакан воды в руку и буду держать его. Буду держать и держать. Смотрите. Вот сколько он весит, грубо говоря. Ну, грамм 200. Тебе тяжело поднять будет 200 грамм? Нет, конечно, взял да поднял. Это легко. А если я буду долго держать стакан? Буду держать, держать и держать. Минута прошла. Две минуты. Теперь как? Уже тяжелее, труднее удерживать, хотя вес-то тот же. Почему же тогда стало тяжелее его держать? Потому что рука, не переставая, этот вес держит. Что, от сестер вопрос? Субханалла, у меня проблемы. То есть мышцы-то в итоге забиваются, и в итоге уже больно. Вот то же самое, если у вас какой-то маленький стресс, обидел вас поднял и опустил. Легко. Но если удерживаешь, носишь в себе эту обиду, накручиваешь, накручиваешь, то конечно тяжело тебе это будет. В итоге накапливается стресс, и ты загоняешься. Сам себя накрутил, и сам же от этого страдаешь. В итоге ты сам себе вредишь, еще сильнее, чем тебе навредили. Тебе человек сделал вот столько. Это ничто. Ты поднял это и опустил. Небольшой стресс, и все, ты отпускаешь это. А большой стресс появляется тогда, когда ты это удерживаешь. То, что ты накрутил, оно уже за пределами твоей проблемы. Вот это вот все ты уже сам создал. А проблема вот. А ты настолько все это раздул, или раздула, что в итоге чувствуешь себя заточенным в тюрьму своих переживаний. А все потому, что ты долго в себе это носил. Если хочешь, отношения хорошими были, сам хорошо относись. И знаете что? Сделайте это, пожалуйста. Можете улыбнуться. Вот все сейчас можете улыбнуться. Некоторые не улыбаются. Мышцы больно, да? Ну давайте все вместе улыбнемся. Ну давайте. Кто-то сделал вот так. Знаете зачем я это попросил? Некоторые братья и некоторые сестры уже забыли как это делается из-за проблем. Люди забыли что такое посмотреть друг на друга и просто улыбнуться. Это же сунно. Даже если ты в напряжении и проблемы у тебя. Вот заходишь в дом, просто улыбнись. Не надо никого пугать деланной улыбкой. Нет, улыбнись искренне. Скажи, прости меня, пожалуйста. И обними. Это же ваши члены семьи. Обними и скажи, прости пожалуйста. Вот знаете что? В тот четверг ко мне на прием пришли муж с женой. Я говорю мужу, вот можешь назвать три качества, которые тебе нравятся в твоей жене. И жене говорю, можете назвать три вещи, которые вам нравятся в вашем муже? Он сидит такой. И она такая. Я говорю, брат, ну правда, скажи, что уж, неужели совсем нечего тебе сказать? Три вещи, скажи, ну хотя бы одну. И жене говорю, ну назовите одну хоть. Я говорю, вы что хотите сказать? По шкале от одного до ста. Вы друг другу оцениваете на ноль процентов? Вот прям вообще вам друг в друге ничего не нравится, да? И оба говорят ноль. Субханалла, оба говорят ноль. Я такой, знаете, что это значит? Не дай Бог, конечно, не дай Аллах. Но говорю, это значит, если ты брат, ей говорю, слушайте, если ты брат завтра утром, не дай Бог, если завтрашним утром, ты не проснешься, то есть это была последняя твоя ночь, ты умер, так и не проснувшись. сестра, сестра, скажите мне, вы поутру счастливы будете? Завтра утром, не дай Бог, муж ваш не проснется. Счастливы будете? Говорит, нет. Я говорю, а ты, брат, утром счастлив будешь? Если жена твоя, мать троих твоих детей, завтра, умрет во сне, это будет ее последняя ночь, будешь счастлив? Говорит, нет. Я говорю, почему? Если ты оцениваешь ее на ноль, если ты его оцениваешь на ноль, вот я на ноль оцениваю шайтана. Ну так же ведь? Ребят, ну на чистоту давайте. Вот я вас даже не знаю, но я люблю вас, потому что вы мои братья-мусульмане. Так же ведь? Че, не любите меня? Ну то есть по факту то не ноль, это ж не враг, вот к врагу ноль симпатии, а тут никак не ноль, и они начали понимать. Я говорю, вот скажи, брат, что в жене нравится? Он говорит, ну она о наших детях заботится. Говорю, сестра, вам. Она говорит, ну он помогает мне. То есть ну уже хоть что-то. Они начали говорить, и они начали улыбаться. Оба улыбались. Хотя до этого не улыбались наверное уж год как. Серьезно, не шучу. Они друг другу не улыбались примерно год. Каждый раз, когда друг друга видели, такие каждый был наготове. У каждого по пушке и куча патронов. Чуть что сразу. Ты сделал то-то. Что это за отношения? Каждый раз, как встречались, спорили. А из-за чего все? Ну вот, накрутили себе что-то. Я их разговаривал, они заулыбались, говорю, отпустите это все, отпустите. Неужели не можете? Живите мирно, обнимайтесь, говорите вежливо друг с другом. А то у них как было? Он обвинял ее, она обвиняла его. Он говорит, 100% она виновата. Она говорит, 100% он виноват. Я говорю, так, давайте 50 на 50. Пипти-пипти. Половина тебе, половину тебе. На 50% ты виноват, на 50% ты. Не надо говорить про 100%. А ведь так и бывает. Вцепится в свое мнение, и ни за что не отпускают. А проблема-то вся в чем? В том, что не отпускают обиду. Просто отпусти ее. Просто пожми руку человеку, обними, и скажи, прости меня, скажи, я на лекцию сходил, послушал шейха, подумал, не хочу я проклятие Аллаха за то, что прерываю кровные родственные связи. И решил помириться. Пророк, саллиллаху аняхи ассалям, что нам говорил? Он сказал, три дня и три ночи. Это максимум, сколько можно не общаться с братом. Три дня и три ночи. Один раз случай был, что муж с женой пять месяцев не спали в одной спальне. Пять месяцев. Это не шутка. Он в одной кровати, она в другой. Вот так они и ночевали врозь. И все это на протяжении пяти месяцев. О боже! Из-за чего? Из-за каких-то споров насчет денег, кто чем распоряжается, напряжение копилось, потому что они взяли слишком много на себя, потому что она детей на дополнительные занятия водит, как белка в колесе крутится. Часть времени работает, муж до семи, до восьми работает, домой приходит уставший, по договору до пяти работает он, но задерживается до шести, до пол седьмого. Стресс! Домой приходит, уже вскипевший, а домой стресс с работы не надо нести. Домой не приноси его. Твоя любимая жена или твой любимый муж не виноваты, что у тебя стресс. Это все Майкл. Понимаете? Это Майкл. Так что разбирайся с Майклом. А жену любимую, любимого мужа, не трожь. Они не виноваты. Даже если устал, постарайся улыбнуться. Прояви милосердие. Они же не виноваты, что ты устал. Что делать, если я учу, учу Коран, а он не выучивается? Учитель имама Шафири сказал ему, избегай грехов, и твоя память естественным образом улучшится. Мать очень старая, дочь хочет ей помогать, а муж помогать не хочет. Что мне с этим делать? Но здесь смотрите как. Вот вообще любая проблема, вообще любая находится между вашими ожиданиями и реальностью. Смотрите, вот проблема, вот ваши ожидания, а вот реальность. Проблема всегда между ними. Если ты получаешь то, чего ожидал, проблемы больше нет. А если не можешь получить то, чего ожидаешь, ну просто не можешь, что тогда? Прими реальность. Как это? Вот допустим, ты ожидал или ожидал, что твоя семейная жизнь будет вот такой. Ты ожидаешь, ожидаешь, и в итоге разочаровываешься. Получил, что хотел? Аль-хамду-ли-лях. Если нет, просто прими реальность, как есть. Просто прими, ну вот такая у тебя жена, вот такой у тебя муж, вот такой твой отец, вот такой свекор и так далее. Так, ладно. Это что у нас тут такое? Соседи по батарее стучат. Так, ладно, джезакум лаху хейрен. И в конце вся хвала Аллаху, Господу миров. Пусть Аллах благословит меня и всех вас, иншаллах. Братья и сестры, ставьте лайки, комментарии оставляйте, подписывайтесь и на колокольчик нажмите, чтобы новые ролики не пропустить. Саляму алейкуму рахмату ллахи и барракяту. Это видео об ученых, которые говорят о тирании, несправедливости и о том, почему некоторые ученые о некоторых вопросах не говорят, а вот другие вопросы затрагивают. Вот сегодня мы видим интернациональное движение активистов, называемое «Жизни черных важны». Многие ученые говорят об этом вопросе. Вообще много в мире разных ситуаций, о которой одни ученые говорят, другие нет. И как получается? Здесь все как обычно. Интернет-воины, диванные бойцы, которые прячутся за мониторами, говорят, мол, вот этот ученый не говорит об этом вопросе, а тот о том. И вот у авторов таких комментариев подписчиков ну сколько? Ну пусть будет несколько сотен. А у ученых подписчиков может быть несколько сотен тысяч. Такой пример приведу. Я знаю палестинского ученого, живет на Западе, сам родом из Палестины, и он публично говорил о палестинской проблеме. И знаете, как получилось? Когда он в Палестину приехал семью навестить, его задержали на 9 часов, и его бросили там, чтобы его убили. в нижнем белье с черным мешком на голове, ни одежды, ни паспорта. Ему очень повезло по воле Аллаха, выбрался живым. Как-то добрался он до посольства, мусульмане его нашли, отвезли в посольство, и ему повезло выбраться. Он сам мне это рассказал. Так что, прежде чем устраивать диванные войны, а то говорят люди, вот чё этот ученый молчит, вот, а? Подумай, подумай дважды о риске, который стоит за этим. Он рискует потерять свободу, рискует сесть в тюрьму. В тюрьмах прямо сейчас находятся ученые, которые крайние годы говорили, что происходит в Саудии. Их закрыли. И я не вижу среди мусульман, среди вот этих вот интернет-воинов, которые помогают этим ученым или хотя бы организовывают компании, чтоб тех освободили. Я этого не вижу. Вот это очень трусливая позиция. Сидеть за клавиатурой и говорить, а этот ученый молчит о том, о сём, когда его закроют или ему убийством будут угрожать. Тогда знаете что? Вот эти интернет-бойцы диванные воины, которые за монитором прячутся и критикуют. Не помогут им, если вы мне скажете, нет, мы поможем этим ученым. Я вам вот что скажу. А почему вы уже сейчас не помогаете этим ученым? Кого закрыли? Я лично знаю ученого из Лондона, который говорил о некоторых событиях в Бангладеше семь лет назад. О политической обстановке. Он высказывался открыто в медиа против этого. так правительство Бангладеша запретило ему возвращаться в Бангладеш. Причем пожизненно. Я знаю египетского ученого в Лондоне. Близко знаю. Он высказывался о ситуации в Египте шесть-семь лет назад. Его мать сейчас живет в Египте. Но он не может к ней прилететь. Его в тюрьму закроют. И как вы им поможете, если кого-то из этих ученых закроют? Никак. Я знаю индийских ученых, которые никогда не говорят о Кашмирском кризисе, потому что у них там семьи живут. Поэтому они молчат. Не из-за трусости. Не из-за трусости. И никто из вас, кроме один на десять миллионов мусульман, не пытается как-то помочь этим ученым, когда у них проблемы. Причист великий Аллах. Вот помню шейх Хамза Юсуф. Я с ним кое в чем не согласен. Но есть и то, в чем я согласен. Сейчас не будем вдаваться в нюансы. Против него вы или за него речь сейчас не об этом. Пользы от этих споров нет. Если ты не согласен с человеком в чем-то, это не значит, что нужно выбрасывать в окно все остальное хорошее, что он делает, и говорить. Так нельзя. Будьте умными, мудрыми. Шейха Хамза Юсуфа, да благословит его Аллах, я встречался с ним много раз. Однажды встретил его в 96-м году. И он сказал очень глубокую вещь. Ученые, которые часто разбирают политические ситуации, им приходится делать выбор. Продолжать высказываться против определенной политической ситуации и в итоге сесть в тюрьму. И если он сядет, пользы от него меньше будет. Так может ему лучше промолчать, но продолжать проповедовать массам людей. То есть нужно сделать мудрый выбор. В чем будет больше пользы? Если ты видишь, что пользы от тебя больше будет на свободе, ты сможешь призывать мусульман к благому. Больше пользы приносить общине мусульман. В этом случае лучше где-то промолчать. А если ученый считает, что лучше будет, если он сядет, тем самым привлечет много внимания к этой ситуации проблеме. И это к чему-то лучшему приведет. Если в этом пользы больше будет, то тогда лучше сесть. Но это личный выбор каждого. Не против каждой ситуации нужно высказываться, осуждать открыто. Посмотрим на сунну. Иногда пророк высказывался открыто, иногда молчал, а иногда скрывался. И скрываться это не всегда трусливость. Аллаху Акбар. Пророк когда в благословенной Мекке был, пришел Абузар Али Гифари. Говорит, разве Коран не истина? Разве не надо его открыто проповедовать язычникам Мекки, которые идолам поклоняются? И не надо сейчас Коран читать открыто возле Кабы. Они на тебя нападут. Абузар Али Гифари сказал, я все равно хочу пойти. Он пошел, читал Коран, в итоге его избили. Пророк не заступился за него. Мусульмане не заступились. Не та ситуация была. Да, были ситуации, когда посланник Аллаха открыто высказывался. Но посмотрите на то, как он переселился в Медину. Тайно скрывался. Три дня с Абубакром да буди довольным Аллах. Было время скрываться. Скрываться иногда является сунной. Иногда Пророк высказывался открыто. Но в правильное время, в правильном месте. Это уже вопрос мудрости. Очень важно благоразумие сохранять, здравомыслие. Чтобы просто говорить, достаточно знания. Но знать, когда именно говорить, и когда именно промолчать, в каких вопросах молчать, в каких говорить, здесь нужна мудрость, благоразумие. И у ученых мудрость есть. Я знаю исламских ученых, которые об одних вопросах говорят, а о других молчат. И иногда непонятно, почему он молчит. Нужно знать человека, нужно знать ситуацию. Так что, когда вы говорите, мол, да нам без разницы, мы хотим, чтобы этот ученый говорил, а не молчал. Смотрите, если его закроют, или будут жизни угрожать, вы же ему не поможете. Когда я говорю угрожать его жизни, то я говорю непосредственно о том, что пулю ему могут пустить в голову. Вот я знаю ученого одного, который говорил открыто, но потом был вынужден замолчать. Трижды его встречали на улице и говорили, мы знаем, что ты делаешь, мы за тобой следим, если будешь продолжать, пустим пулю в голову. Я лично встречал ученого, который мне это говорил. Так что есть ученые, которые не видят смысла свободы рисковать. Пусть они придерживаются своего выбора. Если они считают нужным о чем-то умолчать, то это их выбор. Пусть что считают нужным говорят, а о чем считают лучше промолчать, пусть умолчивают. Вы же не знаете, почему они молчат. Возьмите и спросите у него сами. Да воздаст вам Аллах благом, да благословит Аллах тех, кто с пониманием относится. Ассаляму алейкум варахматуллах вбаракатух.